Ну что ж, у нас сегодня, скажем так, эпохальный день. Насколько мне стало известно, буквально несколько часов назад у нас принято преобразование такой организации, как ФИОКО, которая занималась контролем и которая проводила международные исследования по модели ПИЗа, да, реорганизация связана с тем, что теперь будут предприняты работы по формированию российской системы контроля, и ФИОКО войдет в ФИПИ, ну и посмотрим, что из этого получится. Конечно, мы уже успели с коллегами-историками, обществоведами пошутить на тему, что возможно теперь отменят ОГЭ, ЕГЭ, вот, но в чем мы, конечно, не уверены, да, считаю, что, в общем-то, это тоже у нас зарубежные аналоги, это не наше ноу-хау российское. Но, тем не менее, вот такие у нас изменения происходят, но это никак не заденет тему нашу сегодняшнюю, а именно функциональную грамотность, которую мы продолжаем формировать и развивать, начиная с начальной школы и до старшей школы, по одной простой причине, что у нас функциональная грамотность, она у нас введена уже в обновленные в ГОСы, да, их только ввели, и я очень сомневаюсь, что их будут вот каким-то образом сейчас менять зачем-то, да, то есть, поэтому мы работаем в этом отношении спокойно и понимаем, что, скорее всего, проверять функциональную грамотность будут продолжать у нас, но вот каковы будут критерии, мы с вами узнаем чуть попозже. Ну, сегодня у нас не стоит тема, мы с вами не занимаемся проверкой, поэтому мы с вами формируем эту функциональную грамотность, и как мы это можем сделать на уроках общества знания, вот об этом сегодня пойдет речь. Итак, значит, давайте начнем с того, что функциональная грамотность, как это мы обычно делаем на уроках общества знания, даем определение понятиям, да, которые входят в такое составное словосочетание функциональная грамотность, то есть, синонимом грамотности мы можем определить это образование, да, а синонимом функциональности, да, можем, наверное, сказать, что это похоже на деятельность, да, то есть, вот такая некая деятельность в современном обществе, и для которой нам необходимы наши любимые зуны, это знания, умения и навыки, которые приобретают дети в процессе образования. Вот именно нам нужны такие знания, умения и навыки, которые бы мы потом могли использовать успешно уже в современной жизни. современное общество, конечно, сегодня очень быстро меняется, но, кстати, и не только сегодня, это тезис не сегодняшнего дня, об этом мы узнаем чуть попозже, но, тем не менее, нашим родителям, да, те, которые еще жили в период Советского Союза, им было как-то вот, ну, более проще, что ли, предположить, что ждет их детей в будущем. И они старались, ну, вот каким-то образом обеспечивать, по крайней мере, материально, да, то есть это было связано там с машинами Жигули, москвичи там, квартирами в Хрущевках, Брежниках, да, то есть вот как-то они достаточно долгий период времени находились, в общем, в таком вот малом, в малых таких изменениях, да, поэтому они предполагали, что их дети тоже будут жить в таком мире, и им для этой жизни успешно понадобится то-то и то-то. Вот спросить сегодняшних родителей, нынешних, в каком мире будут жить их дети, и я думаю, что мы получим, ну, не получим такого понятного ответа. Не знают сегодняшние, нынешние родители, в каком мире будут их дети. Это не только в нашей стране, это вообще тенденция по всему миру. И именно вот с этим связана такая вот некая неопределенность этого будущего, да, то есть когда мы не знаем, какие знания, какие умения понадобятся нашим сегодняшним детям, то мы, собственно говоря, и совершенно какие-то другие особые задачи должны уже решать сегодня, то есть какие-то совершенно новые задачи должны стоять перед образованием. То есть ведь современное образование, оно должно готовить молодых людей к жизни, да, с этим, ну, трудно не согласиться. Но к какой жизни, то есть в каком обществе, но которого еще пока нет, и которого мы даже не можем предположить, каким он будет. Поэтому, возвращаясь к функциональной грамотности, вот по ВГОСам, которая у нас определена, да, то есть мы должны, ну, то есть дети должны научиться обладать некой способностью решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности. Видите, то есть получается, да, то есть я подчеркнула жизненные проблемные ситуации, это очень важно, да, и некие должны быть универсальные способы действия. То есть получается примерно так, что в школе, то есть вот на учебных задачах дети тренируются, да, проходят тренировку, чтобы потом уметь подобные задачи или уметь применять механизмы, которые они тренировали уже в реальной жизни. Конечно, это в идеале, да, то есть это как бы конечная цель, которая находится на очень высокой горе, к которой мы поднимаемся. Но в реальности, и может быть как раз и с этим связано, не знаю уж, но исследования, проведенные по модели вот ПИЗа в предыдущие года показывали, да, мы помним, что по этой модели контролировали уровень качества образования, который помогает учащимся потом разбираться с жизненными ситуациями. Они проверяли с 15 лет, да, то есть вот показали эти исследования, что знания-то у наших учащихся есть, безусловно. Но вот использовать их, пользоваться ими в реальной жизни они, к сожалению, не умеют. Но с чем это связано? Много, многострочные, вернее, многостраничные отчеты, их можно почитать, они имеют место быть у нас в документах Министерства образования. Но если проще говорить, что, конечно, наши дети, скорее всего, вот знания используют, не думают о том, что им эти знания пригодятся как-то в жизни. Они думают о том, как им сдать хорошо экзамены, как им сдать хорошо ОГЭ и ОГЭ, поступить в те учебные заведения, которые они выберут, и то порой в последний момент. То есть вот у них такие короткие цели, очень короткие, может быть, это и верно, да, потому что они тоже не знают, как там ситуация обернется. Но, тем не менее, как бы там оно ни было, у нас функциональная грамотность, она включает в себя владение ключевыми компетенциями, которыми эти компетенции вы видите на экране, да, которые составляют основу как раз готовности к взаимодействию вот как раз с тем миром, который очень сильно меняется. и дальнейшему успешному образованию. Мы постоянно слышим из средств массовой информации, из на конференциях научных, из уст ученых, мыслителей, вилософов, педагога по том, что мы сегодня находимся в мире, живем с вами в мире, где будет требоваться постоянное непрерывное образование, да, то есть вот дальнейшее успешное образование, о котором я говорила, оно, конечно, подразумевает непрерывность. То есть, скорее всего, придется осваивать некие профессии, да, известно, что каждые 7 лет, в общем-то, психологи говорят, что люди порой даже кардинально меняют свою сферу, в которой они работали, и, соответственно, им придется овладевать новыми компетенциями. Поэтому непрерывное образование – это, в общем-то, образование на протяжении всей жизни. И мы сегодня видим, что масса людей, которые все учатся, 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 новая специальность, переходят на новую работу, даже в рамках своей профессии, то есть поднимаясь по карьерной лестнице, им приходится учиться. Ну, а уж про нас с вами, педагоги, даже и не приходится ничего говорить. То есть, сколько бы мы ни работали, какие бы заслуженные медали, грамоты и другие награды не получали, тем не менее, да, то есть, тоже постоянная учеба, бесконечная на протяжении всей работы в учебном заведении. Но прежде чем перейти к успешным практикам по формированию финансовой грамотности на уроках общества знания, мы с вами остановимся на основных трудностях формирования универсальных компетенций. Мы с вами помним, что по ВГОСам, да, это является одной из самых важных, да, то есть вот эти универсальные компетентности. Так, в чем же трудности? А трудность первая заключается в том, что их очень трудно превратить в простой алгоритм. Вот было бы, конечно, очень здорово все эти компетенции универсальные превратить в простой алгоритм, но обучить ему учащихся, и тогда все они будут очень успешные и легко будут идти, значит, вот по освоению вот этих новых компетенций. Но обучаться вот универсальным компетенциям, да, можно только тренируясь, то есть только через пробы, только через ошибки. Ну, не зря сегодня такую вот актуальность приобретают такие технологии, когда призы, да, или награды выдаются не за победы, да, к чему мы, в общем-то, привыкли на протяжении всей истории жизни, я имею в виду современные предприятия, а как раз за умение найти ошибку, выявить ее, решить ее, да, и объяснить это окружающим. То есть это сейчас все чаще и чаще я, например, наблюдаю в средствах массовой информации, когда успешные руководители предприятий делятся секретами менеджмента своего предприятия, который весьма успешен и входит там в лидирующие списки. Вот, то есть только через разборы решений, только через рефлексию, то есть через обратную связь, через пробы и ошибки мы приобретаем эти универсальные компетенции, которые нам потом будут, которые мы потом будем использовать во взрослой жизни. И таким образом будем приноравливаться к изменениям в окружающей действительности. Следующий момент, который нам необходим, с чем мы сталкиваемся, это с тем, что универсальные компетенции сами по себе не существуют вне предметов, и это важно, да, но вот, например, здесь вам приведен простой пример, умение кататься. Вот просто кататься, да, спросите, например, человека, а ты умеешь кататься, да, то есть вопрос бессмысленный, если не объяснить кататься на чем, да, то есть вот, ну, кататься без предмета, без какого-либо устройства, да, то есть, ну, в общем-то, это, конечно, очень бессмысленно. Поэтому вот эти все универсальные компетенции, даже умение кататься, да, то есть они не существуют вне этого предмета, да, то есть пусть это какой-то вид спорта, или, например, это игра на музыкальном инструменте, просто играть на музыкальном инструменте вне того, какой это музыкальный инструмент, ну, то, что ты умеешь играть на музыкальном инструменте, Да, умею, а на каком? То есть как-то это бессмысленные вопросы. И вот самое интересное, что при всем при том, что вот эти универсальные компетенции, они не существуют вне предметов сами по себе, вот обратите на это внимание, тем не менее, вот этот универсальный навык освоен бывает только лишь тогда, когда он становится трансдисциплинарным. То есть вот интересный момент, мы только что сказали, универсальные навыки вне предмета не существует, но вот освоен он бывает лишь тогда, когда становится трансдисциплинарным. Но вот здесь вы видите такую картинку, которая вам поможет понять, что имеется в виду. Ну, например, если учащийся научился на наших с вами уроках общества знаний анализировать научные, философские, сложные статьи, то научившись, получив это умение, он сможет анализировать статьи и на предметном материале любого другого. Да, предметы физика, будь то химия, ну и так далее. То есть только тогда можно говорить, что учащийся освоил вот этот универсальный навык, да, например, анализ статьи, только тогда, когда он смог перенести этот навык на другой предмет. То есть когда он может использовать этот навык и при изучении других предметов или при работе над другими документами из других предметов. Отличие современного образования – это, конечно, изменение позиции учащихся и учителя. Сегодня учащийся становится активным субъектом учебной деятельности. Мы уже с вами проговорили и про межтрансдисциплинарность, и про ценностно-смысловые ориентации, а теперь поговорим вот об этом моменте, да, то есть о субъектности. Дело в том, что субъектность – это ключевой фактор современного образования. И проявляется он в разных, в разных абсолютной истории. То есть мы с вами, например, большинство из нас учились по типу «делай, как я, да, повторяй за мной», и мы даже с вами знаем, что и бизнесмены некоторые, то есть рассказывали про то, что они изучали опыт успешных предпринимателей, а затем, значит, использовали этот опыт, притворяли его в своих организациях, и у них получалось примерно то же самое. Сегодня это не получится. И сегодня меняются эти подходы. Сегодня мы уже не говорим «делай, как я», не отвечая на вопросы «так, как делаю это я». Мы сегодня говорим ребенку «пробуй», «пробуй говорить сам», «пробуй формулировать свою мысль», «пробуй анализировать», «пробуй думать», да, то есть «а я помогу». То есть учитель, он уже становится вот в роли тьютера, в роли человека, который помогает ребенку осваивать окружающую действительность. И если раньше у нас мотивация в основном была внешняя, ну, так нужно, это нужно для того, чтобы сдать ЕГЭ, это нужно для того, чтобы поступить, да, то есть сегодня мы тоже понимаем, что вот эта внешняя мотивация сегодня, ну, как-то она малоинформативна, она сегодня не затрагивает детей, их интересов. Сегодня для них важна внутренняя мотивация, то есть если им это будет интересно, если они будут видеть необходимость этих знаний для того, чтобы потом использовать их в своей жизни, да, то есть сегодня как бы главный вопрос для них не «почему», как это было у предыдущих поколений, а главный вопрос – это «зачем?», а зачем мне это нужно, а как я, что я с этим буду делать, как мне это пригодится, и вот этот вот интерес, который зарождается у ребенка, мы с вами и поддерживаем уже в учебном процессе. Современный учебный процесс, он у нас строится от чего? Он у нас строится от учебной задачи, ну, по-другому можно назвать это проектный режим, да, то есть, ну, сегодня даже и последние, последнего поколения учебники, они тоже включают в себя ключевой вопрос, да, и либо проектную задачу какую-то, да, то есть включается либо проектный, либо исследовательский режим, либо вот и то, и другое, то есть проектная исследовательская деятельность – это два вида деятельности, которые на самом-то деле присущи вообще нам с вами от рождения. Вспомните, что движет интересом маленького ребенка. Он либо что-то собирает, да, вот как здесь вы видите на картинке, из лего что-то строит, либо, наоборот, что-то разбирает. Вот, собственно говоря, это и есть эти два вида деятельности – проектный режим и исследовательский режим. И вот именно на этих принципах двух построена система мобильного и электронного образования. То есть каждое задание, оно, каждое занятие, извините, оно начинается с задания. Видите, здесь вот задание к занятию, я сделала несколько скринов из уроков общества знания, вот, и это и есть проектные задания. Некоторые из них мы сейчас с вами рассмотрим. Ну, например, я буду вас знакомить в основном с теми проектами, которые я использовала вместе со своими детьми в прошлые года. Да, в частности, вот такая тема, как глобальные проблемы человечества. Я уже на одном из вебинаров делилась этой темой. То есть мы делали вот такую конференцию с детьми, но вначале мы к ней готовились. То есть так как в старших классах в основном сдвоенные часы, то есть дети выбирали из данного перечня, либо выбирали еще какую-то свою проблему, которую бы им хотелось осветить. Мы заходили просто на сайт Организации Объединенных Наций, там все эти проблемы достаточно раскрыты. Они готовили презентации, они готовили сообщения, они готовили небольшие доклады на 5 минут с помощью, опять же, интересной очень технологии, о которой я говорила на предыдущих вебинарах. Здесь я повторяться уже не буду. И все это позволило нам, подготовившись по проблемам глобальным, затем провести школьный этап научной конференции, где дети, в общем-то, очень аргументированно выступали на данной конференции. То есть проект этот практикоориентированный. И в процессе подготовки к нему, что я для себя отметила, ученики не только знакомятся сами и знакомят окружающими с теми проблемами, которые сегодня есть в современном мире, но они также и знакомятся с теми профессиями, которые могут примерить на себя, и которые связаны как раз с решением этих глобальных проблем. Понятно, что их предстоит решать, они никуда не денутся, и, конечно, вот этот мир профессии будет развиваться. Проект следующий, он начинается с интриги. Ребятам предлагается переместись в будущее и сразу же попасть в кресло министра образования Российской Федерации. И разработать стратегию развития на ближайшую перспективу, то есть на 5-10 лет. Ну, конечно, интересно, как дети видят систему образования через вот такой небольшой промежуток времени. Вот, но на самом деле это такое проектное задание, которое позволяет нам с вами получить бесценный материал, в котором дети в приемлемой форме могут конструктивно критиковать нынешнюю систему, то есть показывать, что их не устраивает. И более того, они будут предлагать варианты решения того, что их не устраивает, или варианты замены на что-то, да, то есть в системе образования. И кто знает, возможно, кто-то из них действительно в будущем станет министром образования и сможет как-то вот принести свои изменения. Проекты также могут быть связаны и с личностью ученика, да, то есть если мы до этого как бы рассматривали проекты более такого группового характера, да, дети, интересно обмениваться мнениями в группе, это такие проблемы, такие вопросы, которые затрагивают буквально каждого, то в данном проекте, который перед вами, это проект на индивидуальность, я индивидуальность, проявление таланта, дети могут отрефлексировать свои достижения, да, то есть опять же с помощью помогалок, с помощью примеров, которые здесь приводятся, с помощью планов, они смогут наметить свои планы на будущее, то есть в приемлемой форме показать, чего они добились. И это очень важно, потому что, к сожалению, я сталкивалась с таким, что дети уже даже являясь, ну не знаю, там у меня ребенок был, который стал спортсменом международного уровня, победителем многочисленных мероприятий международного уровня и вот как-то вот очень, не очень как бы оценивал свои вот эти достижения. Другой ребенок побеждал на научных конференциях по физике, получал там первые места и тоже, в общем-то, не был уверен, что то, что он делает, это какие-то достижения. То есть вот, к сожалению, я сталкивалась и с таким. И бесспорно, с другой стороны, порой сталкиваешься и с тем, как вот недавно буквально я читала, когда в институт ВАВГИД на факультет киноведения идут, подают документы те, кто хотят эту профессию получить, которые совершенно ничего не знают ни про кино, ни читают литературу. То есть вот по непонятным причинам, то есть абсолютно уверены в том, что для них данная профессия – это вот то, где они смогут себя реализовать. Например, не зная, кто такой Бондарчук, не читая произведения, не знаю, Шолохова, то есть не видя фильмов, классиков современности, ну, в общем, как-то это тоже бывает очень удивительное рядом. Поэтому, конечно, вот с этой самооценкой, да, мы с вами понимаем, что и очень низкая самооценка, и очень высокая самооценка, это как бы не формирует ребенка в правильном направлении. И вот через такие проекты, через, которые вот здесь представлены в курсе МЭО «Общество знания в старшей школе», конечно, дети могут адекватно отреагировать и оценить, особенно, когда они с этим еще будут дальше идти, выступать, и, соответственно, увидят оценку своей индивидуальности со стороны ребят. Проекты также могут основываться на материалах семьи. Ну, вот здесь вы видите, мы это делали, такой проект, когда мы брали просто одну тему, проект, связанную с семьей, но вот в рамках тех пяти, которые вы видите, продуктов, представленных ниже на экране, ребята выбирали свой вариант и представляли либо родословную своей семье, то есть каким образом они искали свои материалы у своих дальних родственников, либо рассказывали о неких традициях и ценностях, да, которые имеются в их семьях. Ну, и интересно было, конечно, в конце пятую тему, да, семейные ценности в современном мире. У меня старшеклассники писали в форме эссе. Это еще был период, когда эссе было включено у нас в ЕГЭ, как обязательный элемент экзамена. И на самом деле это было очень интересно читать, как ведет будущее семьи нынешние выпускники. Какие-то моменты были даже удивительны, потому что мнение детей разделилось 50 на 50. Часть детей считала, что в будущем вообще такого института, как семья, не будет за тем, что оно как бы необходимости не имеет. Знаете, то есть это как бы вот обратно возврат в прошлое. И мы потом использовали этот материал на руках истории, потому что у нас была нелинейная система, а мы в 10 классе повторяли с самого начала, то есть от первобытного общинного строя. И мы, конечно, я использовала этот материал по обществоведению для того, когда мы изучали различные древние племена и народы, и в которых вот как раз не было института семьи. И размышляли на тему, будет ли это прогресс, если мы откажемся от семьи в будущем, либо это будет регресс. Так что, как вы видите, вот эта проектная деятельность, если она проводится не формально, а действительно в интересах детей, в интересах того, чтобы они размышляли, в интересах того, чтобы они формировали свою оценку, то, конечно, этот материал может использоваться на различных уроках и обсуждаться. Но если мы говорим о сфере такой жизненной, как экономика, то здесь уместным будет составление проекта по составлению бюджета семьи. И это, конечно, позволит ребятам понять механизм принятия решения уже по финансовым вопросам. На тему политики. Сегодня такая животрепещущая тема. Удивительно, но вот как меняется ситуация в стране, так, собственно, и меняются интересы поданных данной страны граждан. Тема политики. Ребятам старших классов предлагается создать модель идеального государства. При этом у них есть возможность познакомиться с различными моделями общественного устройства, которые предлагали Платон, древнегреческий философ, английский философ, живший на стыке средневековья нового времени Томас Мор, но и, конечно же, нашего соотечественника, который достаточно много провел время в тюрьме, это Николай Гаврилович Чернышевский. И, соответственно, познакомившись с их моделями, предложить вот свою модель. Возможно, это уже не столько будет утопия, в связи с тем, что действительно мы сегодня с трудом можем представить, поэтому будет интересно, то есть какие модели, какие по этому поводу мнения существуют у наших ребят. Ну, а что касается блока права, то МЭО предлагается в такой проект попробовать ребятам себя в роли законодателя правовых норм, примерить на себя одну из юридических профессий, либо, как мы знаем, законодательной деятельностью у нас занимаются депутаты, и создать такой законопроект, который вот с их точки зрения не хватает для хорошей жизни в нашей стране. Но, как вы видите, знакомство с проектами, вот в старшей школе, то есть каждый из этих проектов, он предполагает самостоятельную работу ребят. Для этого имеются все необходимые дополнительные материалы. Имеются глоссарии, словари, подсказки, так называемые помогалки, которые позволяют детям разобраться с представлением о том, как должен выглядеть проект, и как его делать. Конечно, проектная деятельность, она направлена уже на выработку самостоятельных исследовательских умений. И, конечно, он не начинается у нас в 10-11 классе, да, то есть постановкой проблем, сбором, обработкой информации, проведением экспериментов, анализом полученных результатов мы начинаем заниматься уже 6 класса, и в конце, если у нас будет время, я вам покажу уже по 6 классу, да, то есть какие проекты мы с ребятами выполняем. И, конечно, проектная деятельность, она стимулирует творческие способности, развивает их. И через проектную деятельность мы можем привлечь ребят к определенным социальным проблемам. И, конечно, очень важно не просто поговорить о какой-то социальной, например, проблеме, да, обсудить, но и также создать некий конечный продукт. Там это может быть калаш, это может быть презентация, при этом правильно она должна быть разработана. Это могут быть какие-то памятки, это какие-то информационные брошюры. И потом вот этот конечный продукт уже ребята могут представлять на разных конкурсах, на фестивалях, на круглых столах, научно-практических конференциях. Ну вот я сама с своими старшеклассниками, мы выезжали с подобными докладами по обществознанию, например, пять лет назад участвовали в конференции Института дружбы народов. И на что я обратила внимание, что приезжали из Липецка целая команда ребят разных возрастов с 7 по 11 класс, и каждый из них участвовал в разных секциях, кто на секции биологии, кто на секции общества знаний, и именно со своими проектами, да, то есть со своими проектами. Почему? Да все очень просто. Многие институты, которые устраивают вот такие Дни открытых дверей, устраивают такие научные конференции, они потом дипломантом, то есть тем, кто получил призовые места, они предоставляют право учиться в этих учебных заведениях, и что, конечно, многим детям это нравится. Вот, если есть возможность получить такой шанс через Олимпиаду, через проектную деятельность, то, конечно, дети этим пользуются. Но мы с вами возвращаемся к функциональной грамотности на уроках общества знаний, что еще формируют, да, то есть нашу функциональную грамотность, помимо проектной деятельности. Вот, это ключевые вопросы. В МЭО обратите внимание, и здесь я уже вам представила сканы современного содержания. У нас недавно произошли очень большие технические работы, которые вот изменили, ну, с точки зрения учителей, в лучшую сторону. Сейчас более удобно работать в системе МЭО именно в связке с учениками. Конечно, те, кто использует МЭО инструмент только для того, чтобы подготовиться к уроку, то, в общем-то, эти изменения, вот, ни о чем. А те, кто работает с детьми, я вам тоже покажу теперь, вот как стало это удобно для учителя, для того, чтобы проверить эту работу ученика, для того, чтобы обсудить потом с детьми, то есть как они выполняют домашние задания. Это будет чуть-чуть попозже. Итак, теперь вот вы видите, что каждый интернет-урок, он включает в себя сам урок, задание к уроку, это то, что мы им предлагаем выполнять, например, там, в качестве домашнего задания. Большинство, не все, но большинство курсов имеют отдельную вкладку, это теория вопроса, и вот то, о чем мы говорили, ключевой вопрос. Но вот раньше он выглядел вот таким образом, то есть вы видите здесь ключик, на зеленом фоне, это и был ключевой вопрос. То есть абсолютно каждый урок, это требование, когда составлялись данные программы очень много лет назад, ключевой вопрос должен быть изначально. Вот, то есть они могут быть разного формата. Например, ребят просят пояснить высказывание, да, какой-то известной личности, может быть, ответить на какой-то открытый вопрос, да, который требует предварительного рассуждения на тему. Но в любом случае суть его заключается в том, что ребенок должен сначала найти, проработать соответствующий материал для того, чтобы правильно ответить на заданный ключевой вопрос. И смотрите, и у проектного задания, и у ключевого вопроса есть очень важные функции. И вот эти все функции, они обозначены на слайде. Но прежде всего это мотивация. Конечно, задание лучше всего начинать с некой интриги, да, то есть вот с некого интереса, да, то есть это тот крючок, на который мы цепляем внимание учеников. Дальше. Если ученик уже прочитал задание, то есть он уже начинает его анализировать, он уже думает, что он знает, чего ему предстоит, что ему предстоит узнать, чтобы выполнить задание, то есть чего он еще не знает. Вот, каких знаний еще не хватает для того, чтобы выполнить задание. То есть появляется как бы элемент цели полагания, что очень важно, да. Ну, а дальше, когда он уже выявил зону своего незнания, то он уже может запланировать себе поиск тех знаний, которые ему нужны для решения этой задачи. Мы уже видим пункт 3. Ну, дальше он будет, предполагается, что дальше он будет уже осознанно собирать информацию, которая ему необходима. А где? Ну, конечно же, не на просторах интернета, а в интернет-уроках по данной теме. Потому что именно контент, который на сайте МЭО, и который сегодня разрешен для использования в образовательных целях, он верифицирован, то есть он прошел внешнюю экспертизу. Вот, и он не нанесет никакой травмы ребенку и не позволит ему, значит, вот уйти в какие-то дебри или в околонаучные какие-то непонятные исследования, да, которыми потом он будет терзать вас на уроке. То есть найдя то, что ему нужно для того, чтобы выполнить задание или ответить на вопрос ключевой, да, то есть он применяет уже полученные знания, отвечает и, собственно говоря, понимает уже, что он выяснил, что он узнал, что ему было трудно, а что, наоборот, ему было полезно. То есть вот ответы на все эти вопросы, так называемая рефлексия, да, в конце урока, это, конечно, всегда способствует развитию ребенка, способствует его формированию. Это очень важный момент, на который, ну вот, увы, очень мало уделяется внимания. Помимо создания проекта, помимо поиска ответов на ключевые вопросы, тем в каждом интернет-уроке в мэл по обществознанию, в старшем звене, мы можем найти задания, связанные с различными формами смыслового чтения текста. Я не буду об этом очень подробно, потому что я только на прошлой неделе очень долго мы говорили о читательской грамотности на уроках истории, и то же самое, то есть это можно перенести на уроки обществознания, поэтому здесь я буквально штрихами, да, то есть вот что, какие формы смыслового чтения текста. Это чтение с маркировкой, да, когда мы подчеркиваем ключевые слова. Это когда мы отвечаем на вопросы к тексту, в том числе и практические, да, то есть по знанию этого текста. Это очень важно, ну, бессмысленно давать задания на основе текста, если ребенок не понял самого смысла текста, да, значит, соответственно, все задания будут выполнены неверно. Очень важный момент, и, кстати, я вот нигде, не в одной цифровой среде, а я, в общем, такой любитель посмотреть разные источники, но я нигде не видела, кроме МЭО, где бы предлагались детям вот подобные задания, то есть перевод текстовой информации в диаграмму или в табличные данные. И мне кажется, это очень важно, потому что сегодня в средствах массовой информации очень часто нам подается не в форме инфографики, или вот, например, в отчетах, да, на предприятиях, не в форме инфографики, а вот таким сплошным текстом, который, конечно, очень неудобен для того, чтобы усвоить необходимый материал. Поэтому вот это умение перевести данную текстовую информацию в табличные данные, ну, это умение, мне кажется, весьма в жизни в дальнейшем пригодится. Это составление планов, это составление аннотации, написание рефератов, составление докладов, там, по одному источнику или по нескольким, да, то есть это вот различные варианты использования, текстов на уроках общества знания для формирования читательской грамотности. И, соответственно, о чем бы я еще хотела сказать? То есть вот я вам здесь вывела разнообразные задания, которые у нас есть в курсах 10 и 11 класс, и вот эти задания позволят, конечно, освоить тексты обществоведческого содержания. Самое главное, это очень сложные тексты философского содержания, которые бывают у нас на ЕГЭ, позволят усвоить информацию статистическую, социологическую, экономическую. Очень важно, да, то есть позволить детям разобраться с некоторыми нормативными правовыми актами Российской Федерации, ну, хотя бы теми, с которыми они начинают сталкиваться уже в возрасте 14 лет, связанных уже с трудоустройством. Позволят критически оценивать социальную информацию, ту, которую они находят в интернете, да, через фильтр пропускать ее, да, то есть формируем критическое мышление. Вот, ну, конечно, здесь еще и важно привлекать контекстные знания, также развивать познавательные функции, уметь сравнивать социальные объекты, процессы и так далее, и тому подобное. То есть самые сложные задания связаны с систематизацией, с обобщением информации из нескольких источников. Конечно, вот это все мы можем найти в заданиях на площадке МЭО. И в цифровой среде МЭО мы, конечно, создаем условия для такого системного мышления, целеполагания, планирования ребят. И, конечно, коллеги, предметные знания безусловно важны. Я сама учитель истории общества знаний и сказать бы вам, что, ой, нет, наверное, нам вот зачем эта история нужна и не нужна, ну, конечно, нет. От меня вы это, по крайней мере, не услышите. Но умение применять эти знания к сегодняшней жизни, к решению сегодняшних вопросов, да, это просто бесценно. И, конечно, мы, как я вам говорила, не начинаем это делать в старших классах. Поэтому, как я вам и обещала, я вам покажу некоторые моменты, связанные, да, вот, пожалуй, с шестым классом. Я надеюсь, вы увидите, невзирая на то, что, может быть, интернет вот каким-то образом не очень у меня хорошо сегодня работает. Здесь общество знания шестого класса, да, и вы видите, что уже начиная с шестого класса есть эти проектные задания к занятию. Ну, вот не так давно мы с детьми создавали вот такое занятие, причем мы его проводили на уроке, то есть оно было задано на дом, и дети дома продумывали правила межличностных отношений, а затем уже на доске, то есть эти правила записывались, и мы составляли, выбирали то есть самое главное, без которых, ну, в общем-то, хороших, нормальных, экологичных, межличностных отношений быть не может, да, то есть мы это делали без иллюстрации, мы это делали в форме интеллект-карты, да, и здесь это, ну, как бы не обязательно делать именно вот таким образом, как предложено, да, здесь можно проявлять и свое творчество. Что здесь понравилось, что детям? Дети здесь, конечно, использовали план, как составлять эту памятку, и использовали те ключевые слова, которые включены вот в данной глоссаре. Также, как я вам обещала, показать, сейчас я закрою и заново выйду, секундочку, обещала показать, как сегодня гораздо удобнее работать с системой для тех учителей, которые используют систему МЭО на уроках вместе с учениками, то есть вы, когда уже заходите, то есть вот здесь есть урок сам, да, то есть и этот урок обычно идет, да, его можно скрыть, его можно, да, то есть вот показать, можно нажать на F11, и полностью будет все только показываться платформа. Здесь есть ключевой вопрос, как я вам говорила, есть теория вопроса, есть задание к уроку. Вот обратите внимание, на что я хотела сейчас обратить внимание. Очень часто коллеги, они жаловались на то, что вот нумерация вот данных вопросов, она не совпадает с нумерацией в электронном журнале. Вот теперь после реорганизации, то есть после изменения, то есть сделано таким образом, что как вы видите, вот здесь нумерация заданий с открытым ответом, а вы знаете, что в матрице назначения заданий попадает только задание с открытым ответом, плюс ключевой вопрос, это КВ, да, это ключевой вопрос, и задание к занятию, это проектное задание. Вот теперь это исправили. И мы, если видим, что у нас с вами 13 заданий с открытым ответом, то эти 13 заданий, они имеют место быть. Если вы задаете всем детям одинаковое задание, то у них это будет высвечено вот таким вот образом, да, и вы, открывая, как он выполнил ребенок, проверяете, то есть смотрите, переходите к заданию, читаете, ставите оценку, смотрите и переходите к следующему ребенку. То есть, в принципе, вы уже сразу можете видеть, это очень удобно, на один и тот же вопрос, как ответили, например, все дети, да, и выставить ту или иную оценку. Вы также можете видеть, кто даже не приступал, да, не выполнил домашние задания. Ну, и также увидеть, например, выполненные домашние задания, но которые вы по какой-то причине еще пока не проверили. То есть вот это, конечно, сделано сейчас очень удобно, и оно прям, вот эта вся информация выходит прям из библиотеки курсов, то есть самого основного урока. Вот, и, конечно, этим вы можете пользоваться. Ну вот, я извиняюсь, коллеги, у меня на этом все. Если у вас есть вопросы во вкладочке, я сейчас посмотрю, нет вопросов, нет, то есть я думаю, что либо надо еще подумать, через себя эту информацию пронести, либо все было понятно, поэтому я заканчиваю, спасибо за ваши огоньки, я заканчиваю свое выступление. Я желаю вам хорошего дня, вечера, да, мы все с разных территорий, у кого-то день, у кого-то вечер. Спасибо вам огромное, и приглашаю вас на следующие семинары, которые уже по истории, по обществу о знаниях будут посвящены всероссийским проверочным работам, которые у нас запланированы на март месяц. И если, конечно, будут какие-то изменения, о которых я вам сегодня сразу сказала, что-то связано с изменением по контролю, по оценочному контролю, то, конечно, мы проведем вебинар и, безусловно, вас известим. Спасибо вам огромное, всего хорошего, до свидания.